Главный герой фильма – тучный, старомодный, беззаботный мужчина по имени Дастин. Все, что его волнует – это еда и просмотр старых фильмов. С развитием технологии мир совсем извинился, но Дасти все еще застрял в 80-х годах. Он не любит пользоваться смартфонами, считает текстовые сообщения пустой траты времени и даже считает смайлики странными. Единственное, чего он боится, так это миллениалов. Он терпеть не может подростков, мнение которых расходится с его мнением. В начале этого фильма Дасти сидит в машине, живет свой бургер и слушает рок в 80-х. Несмотря на то, что ему 50 лет, он беззаботен и не имеет постоянной работы. Из-за этой привычки Дасти потерял всех своих друзей, но и это его мало заботило. Вскоре группа миллениалов ловит его на месте преступления и снимает его на видео. Дасти явно некомфортно, но из-за своей супер неловкой натуры он не может сказать им ни слова. Через какое-то время его племянница Хлоя присоединяется к нему в его машине и они вдвоем едут в кинотеатр. Оказывается, они вместе смотрели фильмы с тех пор, как Хлоя была маленькой и эта традиция продолжается до сих пор. Эти двое кажутся близкими людьми и это становится еще более очевидным, когда Дасти играет старую песню, которую она называет «Скучной». Добравшись до кинотеатра под названием «Синитракс», дует дяди племянницы и начинает спорить о том, какой же фильм посмотреть. Дасти хочет пойти с винтажным фильмом 80-х, который он уже видел 10 раз, но Хлоя хочет посмотреть эксклюзивный 3D-фильм «Синитракс» под названием «Шозен». И в конце концов упрямая племянница добивается своего. Затем они отправляются к билетной кассе, где многие миллионы делают селфи и отправляют текстовые сообщения. Как и ожидалось, дядя Дасти испытывает отвращение к этому зрелищу. И что еще хуже, у него даже нет денег, чтобы купить билеты в кино, потому что они очень дорогие. Следовательно, Хлоя неохотно откашливается наличными. Как ни странно, все сотрудники «Синитракс», включая продавца билетов и вышибал, имеют странное и мрачное выражение лиц. Перед входом в главный театр, дядя Дасти бросает свои 3D-очки в мусорное ведро и достает свои громоздкие старые 2D-очки, которые он называет перевертышами. Судя по всему, он так ненавидит 3D-фильмы, что привез с собой эти переключатели, чтобы превратить их в обычные 2D-фильмы. Он также привез пару для своей племянницы Хлои, но, как и ожидалось, последняя не хочет их надевать. После этого дядя Дасти направляется в столовую, чтобы купить попкорн. Там он на него набрасывается мильнялы и спрашивает, не попал ли он случайно в раздел 3D. Но Дасти просто говорит, что он фанат кино и уходит. Когда он входит в главный театр, он находит менеджера «Синитракса», красивого парня по имени Зак, флиртующего с его племянницей. Однако, как только Дасти подходит к ним, Зак извиняется и уходит. В то же время, приходят двое друзей Хлои и садятся рядом с ней. Оказывается, это был ее план с самого начала. Время в кино с дядей было просто предлогом, чтобы выбраться из дома. Дасти разражен этим, что Хлои не проводит с ним время, а также тем, что ее друзья заняли его место. Он вскоре пытается убедить ее сесть с ним, но Хлои не хочет. Она начала видеть дяди скучного человека, который будет смущать ее перед друзьями при каждом удобном случае. Услышав это, Дасти становится грустно, но все же решает сесть прямо за сидением Хлои. Вскоре Зак выходит на сцену и объявляет, что фильм вот-вот начнется. Он излагает правила, согласно которым никому не разрешается пользоваться своими телефонами и что каждый должен надевать 3D-очки «Синитракс». Миллиониалы воодушевлены этим объявлением и начинают радостно аплодировать. Затем фильм, выбранный на конец, начинается. Это история любви с довольно странными действиями и сюжетными линиями, но тем не менее из-за ультра-реалистичного 3D-действия, миллениалы любят его. Они кричат и аплодируют буквально при каждом диалоге, однако дядя Дасти, который не носит очков, разочарован фильмом. Ему уже не терпится вернуться домой. Но вскоре, пустое этого, он вспоминает свои очки-перевертыши и решает их надеть. Однако, поскольку они превращают 3D-версию в скучную 2-версию, Дасти все еще не заинтригован. Поэтому он решает раздражать окружающих. Он видит, как одна из подруг Хлои пишет смс и напоминает ей, что пользоваться телефоном в театре запрещено. На самом же деле, он вызывает небольшой шум, что не нравится другим миллениалам. Наконец, когда Дасти все еще отказывается отступать, Хлои говорит своей подруге перестать пользоваться мобильником, чтобы они могли спокойно посмотреть фильм. Но Дасти считает, что победил, совершенно не обращая внимания на то, что смущает свою племянницу перед ее крутыми друзьями. По ходу самого фильма, Дасти становится все больше и больше скучно. В одной из сцен, он замечает что-то очень необычное, как будто экран неисправен. Однако, когда он снимает очки-перевертыши, ничего не видно. Сбитый с толку Дасти хочет примерить очки Синитракс, чтобы увидеть, как выглядит настоящее кино. Он просит Хлои одолжить ей очки на время, но к этому времени ей надоели детские выходки дяди. Она упрямо ругает его за то, что он подставил ее в неловкое положение перед ее друзьями и просит его вести себя нормально. Оставшись без вариантов, дядя Дасти снова надевает очки-перевертыши и продолжает смотреть фильм. Но внезапно он замечает гигантское червеобразное существо, смотрящее сквозь экран. Все милиалы в театре совершенно не замечают присутствия этого червя, но Дасти ясно его видит. В ужасе он быстро снимает стакан и червяк исчезает. Проход несколько минут, но червяка нигде не видно. И вскоре Дасти подозревает, что это как-то связано с его 2D-очками. Поэтому он надевает их обратно, и как только он это делает, гигантский червь атакует его своими присосками. Дасти кричит от ужаса и вызывает хаос в кинотеатре. Он также бросает свой попкорн на Хлою и его друзей. Все милианы в ярости начинают обзывать его, но Дасти уверен, что внутри театра происходит что-то необычное. Он пытается объяснить это Хлое, но как и ожидалось, она ничего не понимает. Вместо этого она смущена и выражает сожаление по поводу того, что привела его сюда. Вся суматоха вскоре привлекает менеджера кинотракса, Зака, который подходит к Дасти и забирает его к большому удовольствию других миллениалов. А беспокойно тем, что ее дядя попал в беду, Хлоя также следует за ним. Снаружи Дасти пытается объяснить, что что-то вышло из экрана и приблизилась к нему, но Зак приходит к выводу, что старик просто принимает сверхолистичное трехмерное действие за реальную вещь. Однако Дасти уверен, что видел чревообразное существо. В конце концов, он решает получить возмещение и покинуть это место, но к его удивлению, Хлоя не хочет уходить. Вместо этого она отчитывает своего дядю за то, что он несколько раз смущал ее, просто для того, чтобы он мог стать центром притяжения. Сказав это, она оставляет его и возвращается в кинотеатр. После Дасти пытается пойти за ней, но Зак останавливает его, говоря, что ему больше туда нельзя заходить. Не имея выбора, опустошенный дядя Дасти решает дождаться Хлои, пока не закончится фильм. Но так как он не может ждать в главном зале, Зак отводит его в проекционную комнату. Там Зак и его сотрудники начинают говорить о том, как Синитракс захватит мир, благодаря своей сверхолистичной кинематографии и визуальным эффектам. Эпоха старых 2D фильмов прошла, и теперь на смену пришло 3D. Они также просят Дасти попробовать, и если ему все равно не понравится, они вернут ему деньги. Затем Зак вручает Дасти пару очков Синитракс, но после долгих раздумий, последних, он отказывается от них. Из-за этого сотрудники Синитракса приходят в ярость и внезапно превращаются в одержимых зомби. Затем они нападают на Дасти и почти умудряются вбить его в острый предмет, но каким-то образом дяде удается выбраться из их лап. Как же он это сделал? Он просто достал из кармана тухлый бургер и сунул его в одержимых зомби. Затем Дасти бежит в главный зал и пытается найти выход из здания, однако это невозможно, так как все сотрудники Синитракса превратились в зомби и ищут его. Итак, Дасти пробирается в кладовую и готовится сделать одну вещь, которую он ненавидит больше всего – текстовые сообщения. Он отправляет Хлое несколько сообщений, в которых извиняется за то, что ведет себя придурком, а также признается, что боится ее потерять. Затем он продолжает предупреждать ее о надвигающейся опасности, но прежде чем он успевает это сделать, Зак и остальные врываются в дверь и уводят его. Между тем Хлоя начала чувствовать себя плохо из-за того, что раньше ругала своего дядю. Она ждет его следующего сообщения, но оно так и не приходит. Поэтому, когда она находит его очки-перевертыши, лежащие на полу, она поднимает их и примеряет. И вот она замечает гигантское существо с щупальцами, которое теперь занимает весь экран. Существо также высасывает жизнь всех других миллениалов, а это означает, что Хлоя – единственный незараженный человек, оставшийся в этом кинотеатре. В ужасе она снимает очки и пытается бежать, но все зараженные миллениалы начинают преследовать ее. Начинается серьезная борьба, и кажется, что всякая надежда потеряна. Но, к счастью, с помощью опорного меча Хлое удается прихлопнуть сотни зараженных миллениалов, прежде чем войти в проекционную комнату. Там она замечает своего дядю, связанного и привязанного к стулу, и, наконец, понимает, что он говорил ей правду. Однако, прежде чем она смогла ему помочь, прибывает Зак и остальные и задерживают ее. После того, как Зак раскрывает главное существо, стоящее за всем этим хаосом, оказывается, это инопланетянин, прилетевший с другой галактики, чтобы расширить свой вид. Зак упоминает, что заражение было лучшим, что с ним когда-либо случалось, так как теперь он не чувствует ни боли, ни беспокойства. Он также призывает дойд дяди и племянницы принять перемены, поскольку инопланетянин хочет только помочь им преодолеть их жалкую и скучную жизнь. Сказав это, он силой надевает на Дасте 3D-очки и заставляет его смотреть фильм. Это, по-видимому, превратит его в одного из них. Но, к счастью, в самый последний момент вмешивается Хлоя и наносит удар пришельцу осколком стекла. Это на мгновение оглушает зараженных зомби, позволяя Хлое освободить своего дядю от его рабства. Но, к сожалению, прежде чем они собираются сбежать, Зак выпускает изо рта щупальцы, которые хватает Хлою и начинает овладевать ею. И в мгновение ока ее лицо начинает поворачиваться, подразумевая, что инопланетянин вселился в ее тело. В этот момент дядя Дасте хватает топор и отрубает Заку голову, как герой 80-х, но к этому времени ущерб уже был нанесен. Вскоре они добираются до выходной двери, и когда Дасте открывает ее, он видит, что город снаружи разрушен огромным инопланетянином. Здесь он наконец понимает, что мир захвачен пришельцами. В то же время Хлоя также меняет свое поведение. Она говорит своему дяде принять изменения и принять тот факт, что от этого никуда не деться. Затем она упоминает, что Зак был прав. В этой жизни нет боли, не беспокойства. Вскоре прибывают другие миллениалы и сотрудники Синитракса и начинают убеждать его принять изменения. Они даже поют песню, чтобы помочь Дасте передумать. Наконец, поняв, что надежды нет, Дасте сдается и начинает подпевать песни. В финальных сценах все люди возвращаются в зал, где идет тот же самый фильм. Хлоя, которая теперь полностью одержима, дарит своему дяде пару очков Синитракса, чтобы он мог принять изменения и стать одним из них. Этот фильм заканчивается тем, что Дасте с тревогой ждет прибытия инопланетянина и овладения им. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии, как вам такой фильм. Также советую посмотреть эти видео и желаю вам хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok